Битвы гильдий Ну а завтра уже мы определим финалистов Которые будут участвовать в гранд финале На очень большой призовой фонд В миллион рублей Сегодняшние матчи для вас будут комментировать Ник Колстар Элсер Пока Ник на первую игру У нас взял небольшой перерыв Но зато я здесь для вас всегда готов И мы будем смотреть сегодня следующий матч У нас сегодня будут матчи ПГН и УПЕРМ Это команда, которую вы может быть помните По тегу SWAG И соответственно Ну это команда, которая называлась Называется PSU Crew Мы сегодня будем их называть по университетам Чтобы зрителям было То есть вам более понятно Против НАУ Киев Это в принципе та самая команда Групп НАУ И затем у нас матч Ломателей носов Ломоносова Это будет МГУ Москва против НИУ Мэй Москва против Тим Пауэр Энджайн Затем Ранауэй против Мамы сказала тащить То есть МГТУ Москва против БГУ ИР Минск И завершает игровой день МАИКТ БЛЮ из университета МАИ Москва Против СПБ ГУД Из университета СПБ ГУД имени Бонч Бруевича Из города Санкт-Петербурга Сори, если я какие-то неправильные названия университетов Произношу, к сожалению Я не очень большой знаток в области названия аббревиатур Вот А теперь мы переходим к нашему первому матчу Это матч команд SWAG и НАУ То есть Пермь против Киева У нас сейчас будет играть Давайте познакомимся с составами команд У команды SWAG На топе Лафлер В лесу Макку Ран На мидлейне Сайдвейс На Адекерри Ватмирос И на саппорте Лууни У команды НАУ На топе Баунти В лесу Фейтлес На мидлейне Магуз Тот самый знаменитый Фиоро Мейн Магуз Кинзу на Адекерри И Пацифист на саппорте Это состав команды Групп НАУ Команды готовы Я тоже Это очень здорово Потому что мы можем прямо сейчас Переходить к драфт-фазе Я надеюсь, что сегодня у нас Все игры будут качественные Все игры будут насыщенные И, конечно, я думаю Те, кто вчера смотрели матчи Были оставлены очень довольными Потому что, во-первых У нас было много матчей с Битв Гильд И затем были замечательные игры Команды Gambit Gaming Против Unicorns of Love Которые хоть и проиграли Но, тем не менее, проиграли Очень красиво и достойно Ну и, конечно Сегодня я надеюсь, что мы продолжим Эти тенденции с красивыми играми Так что посмотрим Свэг против НАУ Пермь против Киева ПГНИУ против НАУ Пошли у нас баны Лебланка, Севир, Грейвс Пока что в банах находятся Конечно, против Магуза Я бы лично посоветовал банить Фиору Хотя командам виднее Все-таки Фиора Это пик достаточно предсказуемый Со стороны НАУ будет Поэтому ответка может прийти Какая-то от Свэгов То есть, если Луни хорошо играет на Леоне Или что-то в этом роде То, на, вот Фиоробан Есть Это здорово Хорошо, что команда Свэг Все-таки Чуть-чуть К противнику подготовилась И, кстати, вчера видел, что Кто-то обсуждал Мол, про Магуза Что он куда-то пропал В последнее время В прошлом сезоне он брал Чалик Причем брал очень хорошо То есть, Челленджер Дивизион Но в этом сезоне его особо пока не видно Не особо много, видимо, играет Такс Ну и Соответственно Ферст пик В этом патче Очень много Пиков, банов Которые стоит брать Рано В то же время Такого понятия, как мета Оф-мета Практически нет Потому что Потому что В принципе Все герои хороши По-разному Очень много Новых свежих пиков Нам подарил этот сезон Например Хикарим Топ Лейн С Игнайтом И Телепортом Ну и, конечно Пик сейчас очень Серьезно Один из самых сильных Топеров в этом патче Правда Пожалуй Все-таки Маукая Ну, по крайней мере Профессиональные команды Сейчас забирают Вперед Хикарима Все-таки Маукай Продолжает оставаться Абсолютно Беспрецедентно Долгое время На просцене Я думаю Что Аналогов Среди топеров Нет Которые так долго Подержались Постоянно Все Все топеры Почти Которые были За этот год Поуходили И там Мунда И Шивана И Лениктон И Трандул Они все Немножко с просцены Отошли В то же время Маукай Все еще здесь Грагас Кстати говоря Стоплейна Тоже почти что ушел Есть несколько Проигроков Которые продолжают Играть Например Калит Роллз Из Северной Америки Но в большинстве В своем все-таки Грагас Сейчас Это пик в лес Причем такой Достаточно чизовый Не то что чизовый Очень агрессивный Скорее Скорее можно сказать так Да И все-таки Достаточно трудный Для исполнения Ник присоединится Ко мне Со второй игры Так что Не волнуйтесь Будет вам сегодня И крики И Эмоции И Взбуждение От игр А первую игру Мы будем Смотреть вместе с вами И анализировать И разбирать Физ для баунти По-моему мы уже видели От баунти Физа Физу в его исполнении Был очень классным И у Физа Есть определенный потенциал Хикарима на линии Переигрывать Конечно у Физа Есть потенциал Это сделать против любого героя Но Все-таки в то же время У Хикарима Неплохой матчап Против большинства Милишников Так что посмотрим Как себя исполнит Здесь Баунти Как исполнит Своя персонажа И Корки для Кинзу Корки в последнее время Чуть-чуть Отошел с просцены Все-таки Это в первую очередь Связано с тем Что сейчас Пиков слишком много И Корки перестал быть Необходимым Для каждой команды Его стали почаще Пикать на мид даже Стали собирать его Через эхо Людена И Это достаточно Интересный билд Мне нравится Он как его использует В основном он пока В Северной Америке Я уверен что он и в Европу И в СНГ тоже придет Алистар Рано забирается С вегами Для Луни Скорее всего Тоже сейчас Не совсем в мете Этот пик Прям вот чтобы В каждой игре мы его видели Но его пикают Время от времени В основном все-таки Это делают Алистар мейны Сейчас на Алистаре Достаточно сложно Быть таким же Эффективным Как на большинстве Например тех же самых Утилити саппортов Это плеймейкающий саппорт И Каждый выбирает Своего плеймейкающего саппорта Кто-то Для этого использует Блица Кто-то Эйни Кто-то Алистар Они все выполняют Разные функции Но Связка Людена Алистар не самая популярная С точки зрения того Что Людсен не совсем тот Адекерри Которому нужен Хард протект То есть Алистар это тот чемпион Который может Абсолютно любого Адекерри Защитить От просто героев Которые пытаются На него насесть Да То есть От Жесткой там Командной инициации Алистар Не всегда Хотя нет Алистар в этом плане Тоже очень хорошо работает Но Он именно что Одну конкретную цель Может абсолютно Вне своего Адекерри оставить Например Ну если здесь потребуется Это сделать с физом Моргана берется Для Нао И Джарван Джарван Естественно в лес Моргана пока Под вопросом Это может быть Моргана мид Это может быть Моргана саппорт Если честно Я не знаю Играет ли Магуз На Моргане Мидлейновой Но я уверен Что Пацифист Играет на Моргане Саппорте Просто потому Что на Моргане Саппорте Играют абсолютно Все Ластпик для свэгов Здесь должен быть Мидлейнер Здесь должен быть Лесник Может быть конечно Это джангл Хикарим, может быть, конечно, это джангл Алистар С другой стороны, вряд ли кто-то верит в то, что это джангл Алистар Все-таки его времена прошли еще во втором сезоне И потом его пикали крайне редко в лес Ух ты, ух ты Третий милишник в сетапе у Свегов Причем такой сетап Не зря все-таки там Севир в бане со стороны Нау была Потому что Хикарим плюс Рамус плюс Алистар, конечно От такого пика как Севир очень сильно могут разогнаться Лиссандра для Сайдвейза И, похоже, это джангл Рамус Очень интересная связка Здесь нужно брать на мидлейн что-то очень мобильное И что-то, что очень хорошо может выключить вот этих мобильных персонажей Таких как Рамус и Хикарим То есть я бы здесь на самом деле Можно Моргану оставить на мидлейн Можно взять на саппорта что-то очень жестко дезенгейдживое Например, Жанну с одной стороны Можно в то же время Взять что-то типа мидлейн Лулу Вот как-то так С другой стороны, Лулу нет особого смысла брать Когда у вас в команде нет ни одного гиперкерри Поэтому, в принципе, Нау сами имеют неплохой 5 на 5 сетап То есть у Свегов хорошая, очень жесткая инициация И, в принципе, Нау сами могут подобрать 5 на 5 сетап И могут взять здесь, например, Арианну Ну или что-то в этом роде Такое тимфайтовое, хорошее, жесткое Например, Ясо, кстати говоря, тоже в этом сетапе Будет очень любопытно посмотреть Магуза мы вчера видели Механически заточенный игрок И такие пики, как Ясо, в его исполнении Лично меня уже не будут удивлять Так, как, например, вчерашняя Фиора Это Ясо для Магуза И Ясо очень интересно всегда смотреть за тем, как его исполняют И это очень сложный пик против Александра Потому что, на самом деле, у Александра есть способы Как Ясо просто взять и зафокусить Не только не дать ему ультануть за счет W, за счет ультимейта Но и вообще вырубить его просто из тимфайта напрочь Это, на самом деле, очень рискованный пик от Магуза Но мы, я думаю, уже будем привыкать постепенно по ходу этого турнира Что Магуз действительно будет исполнять сложные кэри АД пики То есть это даже не Ассайсин пики Это не Зет, это не, не знаю, Диана какая-то Это именно что АД, мидлейн, кэри пик То есть Ясо, Фиора, что-то в этом плане Может быть, мы еще увидим от него в этом сезоне нашего турнира Например, Трендомера Или что-то в этом роде интересное Так что посмотрим Будет очень интересно Дальше следить за Магузом Так, пока я быстро вам покажу сетапы наших команд Так, а тут у нас Физ, Джарван Моргана Корки, кстати говоря, очень сильная линия Я не уверен, что линии Алистар плюс Люцен Не должны против этого свапать Так что посмотрим Так, а что у нас такое Ладно К сожалению, я вам персонажей... А нет, покажу все-таки Сетапы Отлично Итак, сетапы у вас перед глазами Вообще, крайне редко используются в одной комбинации Такие персонажи, как Хикарим, Рамус Допустим, сюда, в этот же ранг можно записать еще Насуса, Олафа То есть персонажи, которые полагаются на передвижение ногами То есть у них нет никаких дэшей, у них нет никаких... А просто они бегут ногами вперед Им нужно добираться до цели Это достаточно рискованный сетап Но, тем не менее, здесь вообще Нау тоже взяли очень чизовый сетап Это опять два суперкерри Опять достаточно сквиш сетап у команды Нау Конечно, Джарван сейчас в этом патче Это персонаж о Синдерхалке То есть это более станкованный Джарван, чем был в предыдущих... В ряде предыдущих патчей до появления Синдерхалка Ну и, конечно, исполнение Ясу Ему есть где получать ногапы Вряд ли он будет как-то использовать в этом плане у Литву Физа Ну, с Джарваном, да Ну и плюс, конечно, у Ясу всегда есть свой ногап Так что посмотрим Так Отлично Ну и, конечно, очень много потенциала для аутплея на линиях Это всегда крайне интересно смотреть Друзья, вот, да, только что я, наконец-то Я просто не знал, я могу об этом говорить на стрим или нет Но победители сегодняшних матчей обязательно отправляются... Ой, не то, не то, не то, не то, не то, не то Стоп, 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 стоп Sorry, 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 sorry Это был мисклик Победители сегодняшних матчей отправляются в Москву На, как раз, игры за... Точнее, как... Да что ж такое? Sorry Что ж такое? Почему-то игра не хотела захватываться Все, наконец-то Так вот Победители сегодняшних матчей отправляются в Москву Потому что это полуфиналисты А проигравшие полуфиналисты будут играть матч за третье место Выигравшие полуфиналисты будут играть матч за первое место И получается, что те, кто сегодня выигрывают, уже едут в Москву И уже получают огромный буст в плане мотивации Подготовиться к турниру и натренировать... Натренировать свои сетапы Интересные Кстати говоря, достаточно любопытный старт от Луни Через монетку Ancient Coin Крайне редкий вообще выбор на саппортов Потому что обычно этот предмет все-таки Не помогает вообще никак вам стоять лейнфазу Если релик позволяет вам давать хотя бы какой-то састейн для своего адекерри Если, соответственно, синий голдзер, во-первых, он очень прибыльный То есть для Морганы вообще синий голдзер это там Ну, по тысячу золота минут за 35-40 абсолютно легко можно заработать Ну, там, если говорить о реальных числах Ну, это где-то до 400-500 за первую 15-минутку Даже если вы двигаетесь по карте без особых проблем Плюс он добавляет дэмэджа, плюс он все-таки дает немножечко АП Это все приятные такие мелочи, которые не стоит забывать Все-таки желтый голдзер, он обалденный, когда собран в последний свой уже Да, в шурелью старую, да, так называемую Сейчас она называется Талисман оф Ассеншен Которая может дать буст всей вашей команде То есть здесь это и для Хикарима и Рамуса здорово Но в то же время лейнфаза против Моргана и Корки вряд ли будет сильно легкой Здесь, кстати, Кинзу и Пацифист выбирают на первом левеле лужу для Моргана Мне очень нравится этот выбор, потому что Алистар это не тот саппорт, который сильно устойчив против Пуша Во-первых Во-вторых, он уже получил очень много Хараса Это даже не одна потка, а две для Алистара без Релика Так что... Ну и в целом, после всех нерфов Люциана Корки стал его, конечно, на линии по демиджу опережать И сейчас это все-таки один из самых сильных лейн-були пиков, который может быть вообще на адекере А тем временем Лафлер на топе берет раньше свой левел 2 Кстати, оба топпера предпочли начать с Кристаллинофласки и не делать стартовых кемпов А все-таки сразу же прийти на топ, сохранить себе телепорт То есть здесь, на самом деле, я уверен, что и Лафлеры, и Баунти это те топперы, которые знают все такие тонкости и нюансы Вы можете начинать с Доран Блейда Вы можете делать стартовый кемп, так называемый, да Все топперы сейчас уже, те, кто хотя бы на каком-то минимально хорошем уровне играют Они такие вещи постоянно исполняют Тут у нас на боте Рамос делает достаточно чудовый ганг, попадается в биндинг Флэш потратил Пацифист, а Кинзу, по-моему, вкачал из-за этого Валькирию Но ничего страшного, это, в принципе, абсолютно нормально И хорошо, что Кинзу сохранил свою Валькирию Ну, возможность вкачать Валькирию на втором Так вот, возвращаясь к теме топперов Все-таки топперы сейчас могут с Доран Блейдом Стартовать и делать кемп Но тогда вы теряете стартовый телепорт То есть вы достаточно уязвимы к ганкам И эти ганки могут сделать вас очень слабым топпером И очень сильно вас отбросить назад Ну и в итоге, кстати говоря, за счет этого ганка от Макурана На боте ситуация подравнялась И тут раньше третий уровень берут именно Луни и Ватмирос И за счет этого трейды против Пацифиста и Кинзу выигрывают Хорошее начало В принципе, на боте, можно сказать, получилось в итоге для свэгов Очень важный был ганк от Макурана Который даже не потратил флэш При этом выбил флэша с Пацифиста При этом абсолютно вперед вывел свою линию Это тоже очень важно Еще и Валькирию потратил свою Кинзу Кстати, были изменения Корки Небольшие такие нерфы, которые уменьшили, скажем так Возможность халявно тратить Валькирию Сейчас она стоит дороже по мане Если мне не изменяет память, ее повысили до сотенки Да, раньше была 50 Патч 3-4 назад где-то это произошло Поэтому эскейп Корки нужно тратить с большой осторожностью теперь Не говоря о том, что у него огромный кулдаун Но тем временем Магуз показывает какие-то абсолютно корейские вещи Он уже на 10 крипов перефармливает Сайдвейза Заходит на бот Джарван Нвард, он встал, поэтому Луни и Ватмирос его видят Странная немножко ошибка, потому что Должны такие вещи, конечно, контролить ребята с ботлейной И ни в коем случае не звать Джарвана на такой вот ганг Просто огромная трата времени У Магуза тем временем проблемки Его, возможно, даже флеш здесь не спасет Очень много урона У Сайдвейза есть и гнает, Магуз умрет Думал долго сай... Оооо, Магуз чуть не разворачивает и убивает в итоге Лиссандру Магуз никак здесь вообще не мог выжить Но он развернул эту драку и взял все-таки килл Как здорово все-таки играет на этом турнире Магуз И Сайдвейз очень сильно пожадничал Хотел убить Ясо, не потратив свой гнает И это не сработало И в итоге Магуз... Тем временем, по-моему, на мидлейне проблемы у Джарвана определен Нет, все в порядке Камера немножко сходит с ума Это нормально На боте идет агрессия от Кинзу и в Атмира За полу не заходит Биндинг И в итоге Корки и Маргана опять проигрывают трейд У них почти не остается маны При этом у Алистара все еще есть достаточно много поток У Люцина тоже есть поток Плюс у него достаточно много маны И уже сейчас Корки ушел на бэк И Свэгги начинают на боте запушивать Достаточно приятно для них При этом, кстати говоря, когда монетка все-таки Переходит в мидгейм И если вы early из-за нее не проиграли То это отличный выбор становится Но тем временем Магуз продолжает играть агрессивно Против Сайдвейза Он очень здорово переигрывает эту Лиссандру С флэша играет Фейтлесс И Магуз забирает еще один килл 2-1-0 Ясо Это очень опасно Магуз все-таки механически очень здорово отыгрывает Даже несмотря на то, что пики он берет крайне рискованные и сноубольные Но когда вы так умеете круто переигрывать противника на мидлейне То почему бы и нет Пока что преимущество на сайдлейнах было у команды Свэгг На мидлейне, конечно, огромное преимущество у команды Нау Но при этом, кстати говоря, Баунти отыгрался по фарму И даже вышел немножко вперед по сравнению с Лафлером И этот физ теперь впереди Тем временем, конечно, Рамос это тот персонаж, у которого, когда есть флэш Как-то его ганки реализовать все-таки нужно Тут сложно, потому что на боте все-таки Маргана На мидлейне супермобильный Ясо Плюс Лиссандру уже очень сильно проигрывает Ясо, когда просто начинает выигрывать мидлейны Когда у него постоянно Сити Джарван в районе мидлейна ходит Это, ну, просто суперопасный персонаж И его недооценивать не стоит И даже несмотря на то, что у Ясо продолжает сохраняться крайне низкий винрейд с лукой И крайне редко Ясо вообще выигрывает игры И берется тоже в последнее время Очень редко Тем не менее, когда Ясо мейн разогнался И когда у него все хорошо На боте опять у нас агрессия пошла От свэгов И они постоянно пока трейды Выигрывали до последнего В этом все-таки чуть-чуть в плюс разменялись Нау Но у Луни есть састейн Все-таки Алистар В этом плане хорошо работает Обе команды много работают по Вижену На топе есть по Варду На реке в нижней части леса Огромное количество Вижена у обеих команд Это... Ой, забейтили сейчас Луни Появляется Фейтлесс У Алистара есть флэш У Джарвана флэша нет Луни тратит свой флэш Это минус Луни Все-таки делать такой энгейдж до 6 уровня со стороны Алистара было слишком опасно А Пацивис тем временем может встрять У него опять откатился флэш И Макуран просто не будет в такое... Не должен в такое въезжать Фейтлесс, правда, очень много урона поймал Ну а Магус опережает Сайдвейзу уже на 25 крипов почти И у него отличный фарм 68 крипов за 8.50 на Ясу Он начинает двигаться на бот Его видел, по-моему, Сайдвейз через вард Поэтому бот должен быть предупрежден Фейдж тем временем у баунти Сегодня он предпочитает, если мне не изменяет память Вчера он играл матчап против Мальфита И брал Билдж Вотер Сегодня у него Тринити Форс Против Хикарима рашить ботрок абсолютно не малейшего смысла Сейчас все-таки нет на физа Но вот Фейджи и вообще Тринити это хороший выбор Кстати, у нас сегодня линии получились 1-1-1 Точнее 1-1-2, да При этом обе команды в этом плане отыгрывают очень здорово То есть игроки, я думаю, в Сулу-Кью все почти достаточно высокого уровня Фармят все здорово Лесники пока, в принципе, на ганки заходят неплохие И индивидуально все играют достаточно бодренько Фейджи появляется у Корки У Магуза скоро должен быть уже статик бэк Да, у него, по-моему, есть на базе статик И, конечно, так рано купленный статик на Ясу Это огромный буст Потому что Ясу с этим предметом получает огромный пауэрспайк Огромный пик силы, с которым он уже может и 1-1 очень сильно выигрывать трейды И 1х2 может даже пытаться разворачивать ситуации То есть возможности масса Мне как раз вот АТ Ремейнс рассказал, что в первом сезоне ЕПС Магуз все время играл на чизовых пиках на мидлейне То есть он все-таки выступал какое-то время на серьезном уровне И на боте нас намечается вечеринка Потому что здесь и Джарван, и Ясу, и Рамус И, конечно, Сайдвейс, если отсюда уйдет Скорее всего, его команда сильно проиграется Врыв по Алистару Успел на себя хорошо ультануть И дэмэдж влит совершенно не туда По Ват Мирос пытается сыграть Джарван Пока Луни отыграл просто блестяще Появляется Хикарим Магуз умирает Фейтлес тоже сильно просел Баунти промазал ультой Баунти пытается Ват Мироса забрать Ват Мирос подхиливается Выживает за счет этого Таунти от Баунти Баунти уже никак не уйти Никого он здесь не убьет Дабл килл для Хикарима Получается и размен 3 в 0 Что произошло вот сейчас Командой Нау Они попытались забрустить Алистара При этом, конечно, команда Свек здесь ждала Этой агрессии был Рамус Был Алисандр рядом А Алистар это худший Абсолютно худший персонаж Для фокуса Потому что даже если вы Во-первых, его не забрустить Потому что он сразу снимает с себя контроль Получает громадный дэмэдж редакшн Даже на первом уровне Там очень много на самом деле Дэмэдж редакшн Да, 70% на 7 секунд Вы представляете, что Что может ему сделать Вся команда противника Да ничего, ровным счетом Он выжил при этом И команда его разобралась Абсолютно спокойно С этой агрессией от Нау И в итоге Нау Сейчас Оказывается позади Даже несмотря на то, что Очень сильно разогнал Сверлигейми Магуза И в целом Все шло у них достаточно здорово С этого файта 2 кила Получил Хикарим С этого файта 2 кила С этого файта 2 кила Получил Лиссандра У нее почти собрано Жоня уже Лиссандра Достаточно монозависимый персонаж Но Тем не менее Она не спамер И она в принципе Может пропустить С огромным Правда трудом Конечно даже Морелла на Микон Обычно В таких вот Матчапах Вы либо делаете Жоня Потом В Морелла на Микон Либо вы пытаетесь Все-таки играть Через Каталисты Через Род оф Эйджис На Лиссандре Но это более частый Все-таки Выбор предметов Для топ-лейна Потому что Все-таки На долгом промежутке Лиссандре явно Маны будет не хватать Даже если будут И давать синие бафы Но Синие бафы Это не панацея Если у Лиссандры В какой-то момент Закончится мана в тимфайте Это будет очень неприятно Фейтлесс Опять на боте Уже Слишком предсказуемо И кстати говоря Он собирается Здесь брать Вариор Пожалуй Я здесь Позволю себе Не согласиться С выбором От Фейтлесса Потому что Когда у тебя в команде Есть физ и ясо Тебе нужен Танк Обязательно Потому что там Очень много Тимфайтового урона И я уверен Свэги в таком сетапе Будут готовы Файтиться без проблем И у Свэгов Есть два Замечательных танка Алистар И Рамус Да При этом Дэмэдж дилеров Очень много И Лиссандра И Люциан И Хикарим Причем они сбалансированы То есть Лиссандра И Хикарим Такие очень Тимфайтовые И Хикарим Будет стараться Все-таки Выключить из тимфайта Либо Магуза Либо Кинзу Насколько он сможет Это сделать А Люциан Будет стараться Все-таки Пережить базовую Агрессию От Физа И Джарвана С Ясу И затем Просто расстрелять Абсолютно всех Так что Здесь на самом деле Вот этот выбор Бруталайзера И Вариору Затем для Фейтлоса Он достаточно сильно Может по нау ударить Потому что Сетапы без танков Они крайне сложны Для исполнения И на самом деле Мало кто из команд На такие вещи решается Обычно для этого Нужно Очень хорошо знать Что вы делаете Ну я думаю Что здесь Скорее оправдана тема Что Фейтлос Привык больше играть Через Вариор Это более олдскульный выбор На Джарване Все-таки И Армор Пен И АД Садиться всегда Очень приятно Армор Пен же там убрали На Бариоре Там оно как-то По-другому стало выглядеть И тем временем На боте у нас идет Подобие агрессии От свэгов Передумали А могус Кстати говоря Вот оставлять Ясу Ради Роума Никогда не стоит На мидлейне Потому что Если вдруг Ваш Роум не удался Вы посмотрите На этого безумного Ясу 140 крипов За 14 с небольшим минут При этом у него Уже готов статик Он начинает выходить на Сложно сказать Что здесь будет Собирать себе могус Я думаю что Ботарк будет Неплохим выбором Джарван заходит на бот Но Вряд ли этот ганг получится Ну тем временем Хикарим забирает В лесу Фейтлса За такие вот ганки На боте Красный Ба Вообще Пока Свэги Если бы так сильно Все таки Не терпел От могуса Сайдвейз Я бы сказал Что свэги Очень сильно Опережали бы По Вообще Готовности Ганки отбивать И Реагировать На Происшедшее На карте Команду нау Но Все таки Есть могус Магуз уже 11 У него 2-2-0 Опережение по фарму На 50 Он ультует По Сайдвейзу Сайдвейз ультует Себя По моему Это совершенно Неправильный выбор Потому что Так Лиссандри С флеша Ушел Сайдвейз Все таки Если бы он ультанул Ясу Мне кажется Он мог бы ногами уйти Может быть промазал Может быть Неправильно рассчитал Ситуацию Магуз опять Остается в гордом Одиночественном миде У него 50 плюс Крипов Уже преимущество А Макуран Кстати говоря Магуза 1 на 1 Не убьет Это ошибка Очень большая И на самом деле Это килл для Магуза У Макурана Еще есть флеш Там много крипов Через которых Магуз может попрыгать И настакать Ешку свою И у него тоже есть флеш Александра Еще очень далеко Магуз знает Что Сайдвейз Только что бэкнулся Это должен быть Третий килл для Магуза Пока что Пока что Я вам могу рассказать Что у нас сегодня еще У нас первый матч Псукрю Да Это как раз команда Свег Давайте пока мы еще раз Вам покажем Все матчи сегодняшние Это для вас Никогда не сложно сделать Да Вот Псукрю Это команда Из университета ПГН И УПЕРМ Против Нау Киев Затем Ломатели Носов Ломоносовы Из МГУ Против команды Тим Пауэр Энджайн Из НИУМЭИ Ранауэй Ранауэй из команды Из университета МГТУ Имени Баумана Против Мамы Сказала Тащить Из БГУ Ира И последний матч МАИГД БЛЮ Из университета МАИМОСКВА Против СПБ ГУД Города Санкт-Петербурга Это наши сегодняшние матчи Давайте быстренько Пробежимся по тому Что у нас есть По этой игре сейчас Что у нас есть Интересненького На текущий момент У Ясо Преимущество На 1000 плюс По золоту И в инвентаре 1850 С Бэка Ботарка Еще не будет У Магуза Но до него Не так далеко У Корки 4700 Он на 300 золота Отстает сейчас От Люцина И Люцина идет Через Аварис То есть Infinity Edge Для Ватмируса Отложен Но при этом С Аварис Он сможет Немножко постакать Голды На топе Конечно преимущественно 600 золотого Лафлера Его телепорт На бот был Намного более успешным Чем у Баунти И его Trinity Force Будет попозже Потому что Все-таки Хикарим Это тот персонаж Которому обязательно Необходимо зарашить Хоум Гварды С Нинджитаби С мерками Это не так важно Лесники идут ровно Отставание в 300 золота Фейтлоса Не так заметно И пока что будет Ну и на саппорте Луни И соответственно Пацифист У нас абсолютно ровно идут Да, сетку можно посмотреть На сайте Ru.leagueoflegends.com Либо в Группе vkvk.com Слэш League of Legends Там все есть Не League of Legends А League of Legends Не перепутайте При этом Конечно Магуз Пока что идет Очень хорошо Ясо Конечно Такой Рискованный пик Очень чизовый Сейчас Потому что Ну и лайнфаза Такая Она вроде как Неплохая Но его можно заситить В тимфайты Ему приходить Да, у него классные Пауэрспайки Но он все-таки Сноубольный персонаж При этом За него нужно Очень четко Всегда рассчитывать Когда ультить Он механически Невероятно сложный За него все время Хочется все-таки Дособирать нужные предметы И идти на сплит Пуш иногда Это тоже сейчас Не совсем нужно Для команд Которые играют Там на про уровне Так что Так что Вот так Сейчас если у нас Я узнаю Команды Now Как дела Предусмотрено как и на каждом турнире 15 минут для каждой команды В том числе Команда Now Может поделиться Своим временем Паузы С Наушниками С Нау Ребятами Из Нау Да Я хотел сказать Уже тогда Наутами Но это уже больше На Наутилуса похоже Наушник Странные Странные аббревиатуры Как называть Те кто учится В Нау Только Только наушники Ничего в голову больше Не приходит Ладно Тогда сейчас Маленькая техническая пауза Друзья Как только у нас Появится Обратно баунти Мы сразу же Продолжим смотреть Этот матч Так что Не расходитесь Все сейчас Исправится Все наладится И даже если не наладится Будет техлуза Тогда у нас пойдет Следующий матч Так что Не разбегайтесь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что Достаточно опасная ситуация Потому что Субтитры создавал DimaTorzok Особенно если вы идете через демидж Субтитры создавал DimaTorzok Потому что резисты это все здорово Но резисты положены на 1100 хп Тем более один только армор Субтитры создавал DimaTorzok 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 С краканом Я буду периодически убирать Директ камеру Просто чтобы Пошла инициация От Фейтлоса Луни Надо да Врубать ультимейт У него все еще есть флеш Фейтлос не хочет Естественно Раньше времени тратить Ульту свою на Алистар Кстати надо было Разменить мне кажется Ульт на флеш И тем временем Индивидуальный И Фейтлос Точнее и Баунти И Мангус Сейчас впереди Своих оппонентов По соло лейнам Но С другой стороны Конечно Командно Суэгги Забрали последнего дракона И достаточно На боте идет дайв По Ватмиросу У Ватмироса есть И флеш и хил Фейтлос Много урона получил Луни тоже отфлешивается Кстати Ватмирос В флеш сохранил Заходят на бот И Лиссандра и Рамос На мидлейне Ясу и Физ Продолжают пушить Ну и Теперь мне становится Примерно понятно Вообще стиле игры на Потому что Они просто используют Силу двух своих Соло лейнеров При этом Бот Задача перед ботом Стоит вполне очевидная Не нафидить Не дать противнику Разогнаться А Магуза Баунти С такими пиками Конечно Игру могут выиграть Абсолютно спокойно И вдвоем То есть Объекты будут отдаваться Преимущество противнику Там с точки зрения Может быть позиции Будет отдаваться Все ради того Чтобы Магуза и Баунти Разгонялись По одиночке И при этом Кстати говоря Это неплохой выбор Потому что 5 на 5 драки У меня есть ощущение Что свегги Могут реально выигрывать Особенно сейчас Когда у Джарвана Вообще никаких Класс нет По Магузу Пойдет ли дайв Уже ультимейта У Лиссандры нет Надо добурстить Магуза Сайдвейс при этом Выживает ли На бот Нет не выживает Сайдвейс Забирает килл Здесь Маргана Тем временем Хикарим убил Физа 1 на 1 Еще и Джарван Отъезжает Четверо Нау умирают Прям за секунду И свегги Очень сильно сейчас Вырываются Но они вперед Сильно прям не вырвались Они просто сделали 4 киллапа Забирают сейчас вышки И кстати говоря Хикарим может сейчас Пойти на топ У него есть телепорт Может там Подпушить дестаймеры Все таки большие На боте теряют Таверку ребята Из Нау Но и эта Ошибка была серьезная В драке на мидлейне По золоту Не сильно большое преимущество А вот С точки зрения 5 на 5 файтов У меня есть ощущение Что Сейчас Ребята из Перми Будут очень сильные Впереди С таким нафиженным Хикаримом Это проблема Вот таких кстати Стратегий Когда у вас Два Вроде как Один на один Крутых керри Но ни один Ни другой Скорее всего Хикарима Убивать не сможет Все таки Если у Лафлера Будет Игнайт И достаточное количество Армора В принципе Ясо неплох Против танков Даже можно сказать Что это отличный Антитанк персонаж У него тем более Появляется все таки Инфинити Он через БФ Выходил именно на этот айтем 200 крипов За 22 с небольшим Минуты у него есть Это самый большой фарм На карте Причем с достаточно Серьезным отрывом Но пока Этот Ясо Особой пользы Своей команде Всей не принес Пронес Т1 на мидлейне Он много нафармил Но как это будет работать В файтах Пока не ясно Ну и конечно Баунти Тоже сейчас опасно На фижин С одной стороны А с другой стороны Кого ему бурстить здесь Во-первых Лиссандра может в него За ульт То есть у Лиссандра Вообще здесь Отличный пик Потому что она и баунти И могу будет вырубать На мой взгляд Ультимейт Лиссандры Лучше тратить на физа Потому что Сам по себе Алистар С физом не так много Может сделать Как например С тем же самым Ясо Потому что Ясо Он может очень долго Вырубать Тем временем Баунти надо уходить Потому что он здесь Может и не выжить Да Отфлешивается баунти Боялся Что все-таки Сайдвейзу Хватит рейнджа И мувспида Чтобы его догнать Хотя Именно у баунти Были нинджи даби Мувспида у него Должно быть поболее Чем у Лиссандра Он решил не рисковать Не подставляться Под ультимейт Хикарима Например Это еще одна вышка Бойчс для команды Суэг Здорово Они здесь Сгруппились И это минус Т1 Хикарим Кстати Почти с готовым Рандуинсоменом Инициировать драку Будет слишком опасно Ой Магуза Ультует по Макурану Уже Остается без ульты Огромная ошибка Магуза Не та цель Алистар идет дальше Танковать По Фейтлсу Много урона Пацифис Тоже за секунду Почти отъезжает Но все еще продолжает жить Игнает по Макурану Добьет его Пацифис Забирает этот килл Лафлер танковый Как глубоко зашли Ребята из Фэг Умирает и Лафлер тоже Остаются только Ватмирос и Сайдвейс Кинзу гонится Ватмирос пока выживает Есть у Кинзу флеш Надо добивать этого Люцина С флеша ракетой забирает Лиссандра остается Но Кинзу ее уже чейзить не будет Это Камбэк-бэк Получается от команды Нау И несмотря на то Что Магуз сыграл невероятно Здесь неудачно Потому что Он ультанул в Рамоса Пусть который не особо там Пока по армору затанкован Но тем не менее У него большой пол хп А в любом случае он танк А там очень много Точечного контроля И если Лиссандра с Алистаром По вам попали То у вас беда И Магуз просто в прошлой драке Ровным счетом Ничего не сделал Что если бы просто так С Фэгги глубоко так дайвили Там бы Нау их заисили Почти никого не потеряв Но в итоге У нас счет 12-9 По золоту Очень ровно Обе команды пока не могут Найти золотую середину В своей агрессии То есть они играют Слишком агрессивно То есть если у нас была игра Между Майкт Уайт Майкт Блю И там была слишком пассивная Игра Здесь наоборот Команды слишком глубоко Заходят И Скажем так Подвергаются Огромному риску Кстати Билд у Лиссандры Абсолютно верный Для этой ситуации Зарашил Жоню Сайдвейт Перестал Фидить Магуза дальше Один на один То есть Не то что он там фидил Просто перестал Давать возможности Магуза себя Один на один убивать И Баунти Физа там кстати Есть интересные Интеракции со многими Ультимейтами Я вот не помню С ультом Лиссандры Там фиксили баг Или не фиксили Но Или не баг Или это вовсе То есть Ульт Лиссандры Можно было задоджить Плейфулом Физа Был такой момент в игре Но тем временем Кинзу БТ Плюс Тринити Форс Решил здесь все таки Собрать БТ Кинзу Действительно Выживаемость ему Будет нужна Ботрок это должен быть Или БТ Я бы сказал что Так у нас может Драка сейчас начаться Пацифист дает бендинг вперед Макуран въезжает Пока никого не может Затаунтить Полюция Но попадает Магуз И почти за секунду Ватмирос умирает Магуз тем временем Продолжает долго жить Его все таки Забирают Лиссандра Вместе с Хикаримом В другой части драки Кинзу не смог забрать Вместе с Фейтлсом И вместе с Пацифистом Одного только Рамуса И на этом команда Свег опять Драку выигрывает Макуран сейчас здесь Дальше чездить не пойдет И Кинзу здесь никто не найдет В его кусте на реке Хороший файл для команды Свег Дракона при этом Забрали ребята из Налу Но Магуз даже Несмотря на то что Смог ультануть в Ватмирос Все равно Ясу против такого сетапа Должен выжидать момента Чтобы ультить Потому что ультить Одну цель При этом делать это Когда у Александра все еще есть ульта У Хикарима все еще есть ульта Это просто суицид То есть вы идете вперед И вы размениваете себя на одну цель В лучшем случае Если это например Люцен А если у Люцен Допустим еще будет флэш И хил И в перспективе появится Кстати говоря КСС Он снимает ультимейт Ясу То есть вы получите дэмэдж Но вы не получите второе подбрасывание То есть ультимейт Ясу Работает таким образом Что вы и так подброшенную цель Доподбрасываете на секунду И QSS снимает Ультимейт Ясу Сам по себе То есть секунда этого накапа На вас больше не распространяется Вы просто дэмэдж получите Да и все Но опять-таки Магуз в любом случае Даже забирая один на один Ватмираса Разменивается невыгодно Он мейн кэри своей команды У него топпер 1-4 против 7-1 У него адэшник 2-1-4 против 2-2-7 То есть абсолютно ровно Но у оппонента Люциан У Магуза соответственно корки Поэтому Магузу ни в коем случае Не стоит спешить здесь Это не вчерашняя игра Здесь противник Точно знает что нужно делать Пытается Фейтлесс ворваться По Ватмирасу Это очень опасно У него уже нет подбрасывания Чтобы Магуз мог что-то сделать Но и Фейтлесс Абсолютно не заданкован Против дэмэджа По Магузу Ультует Ватмирас Магуз потерял четверть хп За ним гонится Лафлёр У Лафлёра И всё ещё нет ультимейта Подбрасывают Магузу У него прожимает Круссбол Это не спасает Мидлейнера команды Нау и Свеги Сейчас могут на самом деле Сторону Открыть Но решают идти на барон В этой ситуации Ну и конечно здесь Лафлёр выполняет Огромное Просто огромное Количество работы Он Абсолютно в каждом файте Убивает Магузу Абсолютно в каждом Тимфайте Вырубает из игры Паунти Ватмирас при этом Очень здорово Сыграл в последней Этой игровой ситуации Забейтил Джарвана А тут появляется Лафлёр Доджит абсолютно На все его ультимейт Его сейчас могут забрать Баунти и Кинзу Здесь Лафлёр зашел Слишком глубоко И потерял уже один барон баф И сейчас на самом деле Это момент разворота Для команды Нау Здесь должен Макуран умирать Пингует сейчас всем Сайдвейдж Надо уходить Но слишком поздно Дабл килл для Физа Килл для Корки Биндит Моргана попадает по Сайдвейзу Сайдвейз тоже должен здесь умирать Минус Сайдвейз Весь барон баф Потерян командой Свегов Только у Ватмираса остался Барон баф Он пытается забрать Физа Выживает чудом Здесь в Баунти Кританул Люцен Очень здорово И это кстати говоря Со стороны Нау Может быть даже Т3 Я не уверен Просто здесь нет смысла Идти на Дрейка Его еще нет Барона уже не сделаешь Это может быть даже Т3 Но я бы не стал Здесь оставаться На Ингибитор Потому что там Два Хом Гварда Телепорт идет сюда От Физа И все Нау надо уходить После Ингиба забранного Абсолютно верное решение Теперь кстати У Рамоса появляется Торнмейл Против Макуран все-таки въезжает Его слишком быстро Могут забурстить Все-таки Дэмэджи у Магуза много Даже по танкам Но момент для ультимейта Рыба идет вперед Магуз пытается выскочить Отсюда Начал он драку Для своей команды Но команда Не была к этому Готова И у Магуза Явно нет взаимодействия С командой На своем Ясу 3-8-3 Магуза в этой игре И в итоге Очень много ошибок Со стороны обеих команд В тимфайтах В принципе Макуз реально имел Основание там ультовать Потому что там Ультанул троих И это хороший момент Там просто нужно было Чтобы его поддержали Баунти и Кинзу получше Потому что Если на момент Но капу Вы кидаете просто Фосфорную бомбу И туда же Ешку заряжаете Это на самом деле Почти гарантированно Выигранный тимфайт Лафлер подставляется У Лафлера есть ультимейт Его сейчас придется тратить И Он просто пытается уйти При этом По-моему Он не уходит Здесь уже никак Но по баунти Ультует сайдбейс Физа забирают При этом выжил Все-таки Хикарим Рамоса Разобрали здесь Грехом пополам Все-таки Макуран Пока пул хп Имеет не особо большой У него есть Салари 900 хп Это вдвоем Втроем очень быстро Может Такая цель падать Но нужен здесь Вармок На который он пытается Не даже наверное Здесь будет все-таки Реш из Глори Следующим предметом И у нас Такая очень непредсказуемая Игра получается Потому что сказать Кто здесь сейчас выйдет в плюс Почти невозможно Алистар играет Через масс-мувспид Набор предметов Это абсолютно верно Его фокусить никто не будет Он может дать Какой-то утилитель Для своей команды Он может собирать здесь Круссбол Он может собирать здесь Салари Но у него есть достаточно Во-первых У него есть Салари у Рамоса Уже Второй Салари Не всегда обязателен Особенно сейчас У Салари Многие команды Стали отказываться И потом Просто пул хп На Алистаре Заходит великолепно Абсолютно Потому что За счет дэмэдж редакшна С ультимейта Просто пул хп Это то что вам нужно Вот и все Тем временем Здесь могу Забрать краба Вроде забрал у нас его Кто-то и знал Я по-моему Магуз Как раз Ну и Инфинити статик На самом деле Здесь Билдж Вотер Мне кажется Уже лишним Здесь надо собирать Магузу просто ГА С тем как он отыгрывает То есть это Абсолютно похожая ситуация На то что мы вчера Смотрели Команды Гимлика Где он играл на Джаксе То есть если вы так Нагло и агрессивно Врываетесь вперед Фейтлесс В мисс позиции В огромный пацифист Тоже Фейтлесса заберут Очень быстро Ульт сейдвейза Для того чтобы ускорить Время тем То есть скорость темфайта Баунти Тоже должен по идее Отъехать Нет флеша Не подбрасывает у Алистарти Время по Лафлеру Играет Магуз Плохой ультимейт Потому что Хикарима Очень много армора Магуз умирает И свеги В очередной раз Выигрывают файт Пацифист тоже должен отъехать Забивает Блэкшилд Подбрасывает Это минус Пацифист Шаттаун на Моргане Забирает еще и Лафлер Такой конечно Хикарим Очень сильно разогнан Пока из всей команды Нау Действительно в позиции И действительно правильно Все делает Только Кинзу А конечно Фейтлесс Магуз Да даже Баунти Слишком часто оказываются Из позиции Ну и свеги просто Они даже не должны Ничего делать в этой игре Они просто должны ждать Ошибок которые делают Нау И пользоваться им Луни прыгает вперед Ингиб забирает Команда свег Дрейк появляется Это третий дракон Для команды свег Будет Застелить его Фейтлесс Не сможет никак И при этом У Люциона Отличнейший билд То есть там два Армора таких Персонажей есть Это Физа и Джарван Да Лайфстил ему особо не нужен Ватмерос В последних файтах Перестали убивать Потому что Магуза и Баунти Просто теряются В каждой драке И Магуз Собирает себе Кьюэсэс Но зачем ему Здесь Кьюэсэс Здесь Есть что снимать Таун Трамас Ульт Лиссандры Да Это профитно Снять конечно Они длятся Безумное количество Времени И даже мерки Здесь Не особо помогут Но при этом А демеджер Кьюэсэс Вас не спасает К сожалению А тут Именно что демедж Убивает в каждом фейте Магуза И тем временем Кстати говоря У Сайдвейза Почти 3 слота За 34 минуты Не самый плохой билд Конечно Не разогнанный Алисандра Совершенно Но Все в порядке Даже несмотря на Отставание почти на 100 крипов У Сайдвейза Все неплохо По золоту Команды идут Достаточно ровно В первую очередь Из-за того Что все-таки Нау 6 вышек В этой игре Забрали По фарму Они все-таки Почти на всех позициях Опережают оппонента И достаточно сильно То есть Топ равный Лес Чуть-чуть впереди Как раз Макуран А вот Миды Адекерис Слишком сильны Впереди Здесь у команды Нау Особенно Мид Который Компенсирует Все И идут просто Свеги Очень классно Играют Кстати Они конечно Иногда Видно что Синергии не хватает Но проблема Синергии Фиксится Достаточно легко А Понимание Того Что нужно Делать на карте Пока на этом Турнире Мы видели Такое В основном От команды Как раз Ломателей Носа В Ломоносова Потому что Расплетили Хикариму На бот По Т2 Сами на топ По Т2 Скоро Барон Поэтому большая часть Команды Должна быть на топе Абсолютно верное решение То есть Здесь Ой Софист Хороший бит Дал При этом Лафлер сейчас Просто абсолютно Спокойно будет Забирать Т2 На боте Да Минус Т2 Физ вынужден Дефать Мидлейн От супер миньонов Это неприятно Для него Так что И тем временем Команда Свэг Просто обеспечивает Сейчас себе Без проблем Барона Ну и Лафлер в этой игре Себе показывает Пока просто Прекрасно Конечно Оп По фейтлосу Въезжает Сайдвейс Это вовер Агрессивный Мув Жоня Инициация Пошла С флеша Макуран Очень красиво Здесь сыграл Сейчас двоих Подбросил Никак не среагировал Пацифист Ничего не мог И сделать В принципе Наверное Ну и Так вы знаете Достаточно Стоит заметить Что у Магу За типичный Ясо То есть Ясо Который Очень много Нафармил Даже пару раз Убил своего Мидера Оппонента Но затем Стал просто Слишком часто Бейтиться На ультимейте На своей Потому что Ясо Это чемпион Который реально Требует Очень Большого количества Наигрывания Вместе с командой Скиллкап у него И индивидуально Высокий И команда Тоже Сайдвейс Лоу хп Без ультимейта Ульта почти Откатилась Но Алистар Захиливает Абсолютно Всех И свеги Могут просто Подниматься На хайграунд И забирать Вторую сторону Дайв По Магузу Начинает Луни Ясо У кого Ультанул Вообще Алистар Ультанул Сейчас что ли Макуран Тут умрет Конечно По нему Бьют Четверо Но Дает Абсолютно Великолепный Ультимейт Сейчас Лафлер Пацифист Выживает За счет хила От Кинзу И На самом деле Здесь команда Свега Файт проигрывает Но это абсолютно Не страшно Во-первых Потому что Там супер миньоны Во-вторых Потому что Сейчас Баунди Чуть не умирает Умрет Сейчас Луни По мидлейну Тут Почти снеслись С ТВРа Точнее Один тавер На боте Вот это Еле-еле раздамажили Но Неприятно То что потеряли Барон баф Приятно То что Открыли вторую сторону То есть С таким преимуществом Которое сейчас Есть у свегов Изменю свое мнение По поводу того что Минусовый Это файт получился За счет того что Барона потеряли Открыли вторую сторону Но при этом Подниматься на хайграунд При преимуществе В 3000-4000 золота На Ясова Будет слишком опасно И все таки У Магуза там Я верю в то что Сейчас появится У него есть золото На ботарк У него есть золото На вообще все что угодно Что там Магуз Ждет 2900 в инвентаре Он бегал по базе С такими-то деньгами Нельзя никогда В кошельке Носить столько денег Вдруг потеряешь Это Достаточно Стандартное правило Ну и сейчас У Магуза конечно будет Я не знаю Мне кажется здесь Есть смысл Отказываться От до собирания Ботарка Возможно в ЛВ Будет больше просто смысла Он решил все таки Ботарк собрать В принципе На Ясу можно играть Вообще без Ласт Вискера То есть можно играть Инфинити статик Ботарк УСС Можно играть через ЛВ Можно играть через Дабл лайфстилл айтом Если там не очень много армора И при этом Вас не особо фокусят Но тем временем Ребята из СВЭК Опасно поднимаются На хайграунд Здесь все таки Нужно быть очень осторожным Корки играет просто Великолепно 6-1-6 У него очень мало смертей По Ватмиросу попал Сзади с баунти У Ватмироса Проблема Если его сейчас заберут А его забирают Файт то можно и выиграть Магуз все еще с ультимейтом Ему надо разлетиться В эту драку И По Макурану пытается въехать Магуза просто нет целей Хороших Да ну и вот Как раз то о чем я говорил Без барона Вы не имеете права Подниматься на хайграунд К противнику Слишком опасно Это Вы заходите слишком далеко Противника прямо бэк Только что был Да и Он может за спину вам Зайти без особых проблем Оба кэри команды СВЭКа потеряны И это Ингибитор как раз В ответку со стороны Нау И может быть Второй дракон Для Нау Эта игра может длиться Очень долго Потому что Две стороны потеряли Нау Но Во-первых у них Высокий барон контест Во-вторых СВЭГи перестали Реализовывать Свою сплит пушащую лошадку По целому ряду причин И в-третьих Драконы идут крайне ровно 3-2 по драконам Это Абсолютный паритет И На самом деле До пятого дракона В этой игре вряд ли дело дойдет А если дойдет То это уже почти 60-ая минута Тем временем У Хикарима Шестой слот Будет ГА Обисал Вряд ли Зерот портал Тоже вряд ли Еще более вряд ли Я даже не знаю Что лучше на Хикарима Не кстати Зерот портал Хотя бы статы дает Неплохие Если на пул хп положить На большой В принципе Там кост эффективность Получается Достаточно неплохая Стоит заметить Конечно Активка такая себе Да и Когда уже две стороны снесены В этом пожалуй И смысла особого нет Здесь Стоит заметить Что вообще Нау так хорошо В этой игре держится И Находится Потому что Кинзу Во первых Абсолютно не подставляется Никогда Даже несмотря на то Что Там Тут стоит отметить Что и Баунти с Магузом Большую работу Для этого выполняют Потому что они на себя Ловят большую часть хейта Он перед каждым файтом Распулкивает И Сайдвейза И Ватмироса Из-за этого Ничего толком сделать Свеги здесь не могут Игра абсолютно ровная 4000 на 41 минуте Это абсолютно Не имеет значения Если Ясу Получится Ультануть Там В Троих Четверых То Какая разница Ну и кстати Магуза решает Играть Кюсс Баньши То есть Один контроль Принимает Баньша Один контроль Принимает Кюсс Достаточно Неплохой В том плане Выбор Элисандра Тут Кстати Кинзу Кинзу АД у него Очень много Чтобы забирать Эти таверы Как Все-таки Кинзу Отлично Сейчас Вкэрил Свою команду Вот Эта Игра Друзья Абсолютно Вкэренная Игроком На позиции АД кэри От Кинзу Просто Блестяще Все было сделано И в последнем Тимфайте Особенно И команда Нао Продвигается Дальше Формат Все еще БО1 Если бы было БО3 Я не уверен Что у Нао Бы получилось Выиграть А так Кинзу И компания Продвигается Дальше Мы